20-я внеочередная сессия депутатов Верховного Совета имела довольно нестандартный характер. Парламентарии оценивают кандидата на должность прокурора республики. Дениса Попова представляет лично Иван Семчишин, заместитель генерального прокурора страны. В органах прокуратуры зарекомендовался квалифицированным профессионально грамотным инициативным руководителем. Обладает большим практическим опытом и организаторскими способностями. За примерное исловне и служебного долга имеет звание почетного работника прокуратуры Российской Федерации. Генеральный прокурор Российской Федерации считает, что по своим профессиональным и деловым качествам Попов Дмитрий Геннадьевич способен организовать деятельность прокуратуры республики Хакасия в соответствии с предъявляемыми требованиями. Денис Геннадьевич, коллеги перед вами, является государственным советником юстиции, то есть по-военному первый генеральский чин он получил, уже находясь на работе в Тульской области. Это именно тот случай, когда прокурор волнуется словно студент перед экзаменом. Несмотря на то, что Дениса Попова рекомендовал главный надзорник страны Юрий Чайка, но это еще не факт, что Попов сразу начнет работу в Хакасии. Согласно закону, кандидат должен быть утвержден главой Хакасии и местным парламентом. И вот первый вопрос одного из депутатов. Как Денис Попов относится к палочной системе в правоохранительных органах? Ведь зачастую в погоне за показателями страдает результат. Кандидат дал понять однозначно, такой метод не приветствует. Все правоохранительные органы должны взаимодействовать и реагировать на нарушение закона, прежде всего. Дробление актов реагирования на несколько, для того, чтобы улучшить те или иные показатели, как вы говорите, оно недопустимо. Все должно быть соразмерно. Депутаты практически единогласно и без вопросов одобрили кандидата на должность главного надзорника республики. Впрочем, Денис Попов и после этого не имеет права приступить к работе. Его кандидатуру еще должен рассмотреть лично Владимир Путин. Конкретные сроки пока не определены, но, несмотря на то, что сам кандидат приехал из Тульской области, дал понять, что в курсе местных проблем и знает решение. Есть наболевшие проблемы, есть вопросы, которым нужно уделить пристальное внимание, причем незамедлительно впереди. Вы сами знаете, и отопительный сезон, и много других проблем существует на сегодняшний момент в Катасе. Я думаю, что как только президент окажет мне доверие, мы незамедлительно будем этим заниматься. Кстати, именно на парламентской сессии местным журналистам впервые удалось пообщаться с Денисом Поповым. Ну, а он, пользуясь случаем, рассказал о своих впечатлениях о Хакасии. Я так скажу, хорошая республика. Ну, по нашим меркам, наверное, но можно назвать и курортом, потому что здесь и достаточное количество солнца, красоты каких нет, наверное, нигде в нашей стране. Хотя каждый регион может с этим поспорить. Но, тем не менее, я с удовольствием принял это предложение. Если мне окажут доверие, я здесь задержусь и хотелось бы надолго. Впрочем, парламентариям предстояло рассмотреть не только прокурорский вопрос, но и еще ряд законопроектов. Один из них касается будущего бюджета, о приватизации госимущества. По мнению инициаторов, чтобы оптимизировать работу некоторых организаций, их нужно отдать в руки инвесторов. В частности, это касается горнолыжного курорта «Гладенькая». Республика владеет почти половиной его акций. Остальные принадлежат частному лицу. Элитный комплекс, судя по всему, тяготит республиканский бюджет. Содержать его невыгодно и проще продать. Такая же ситуация складывается и вокруг типографии Хакасия. Речь идет о двух объектах. Это «Гладенькая» наш туристический комплекс, где республика имеет достаточно большую, около 50% долю. И второй объект – это типография, где также в определенной доле 40% было выставлено на торги, которые в принципе, как бы вот тот победитель, который там получился, он, к сожалению, не выполнил свои обязательства, не внес в полном мере деньги необходимые. Поэтому запускается заново процесс. И почему именно сейчас срочно? Это связано с тем, что в сентябре месяце будет уточняться бюджет. И эти суммы, которые, возможно, бюджет может получить в результате этой приватизации, они должны быть учтены в бюджете. В результате решения о приватизации акции одобрил 31 депутат. Трое воздержались. Судя по всему, объекты все же уйдут с молотка в ближайшее время. Конечно, при условии, что найдется богатый покупатель. Сумма сделки оценивается не в один десяток миллионов рублей.